Центр детского творчества детей и молодежи сегодня отметил новоселье. Долгое время ребята занимались в приспособленных помещениях, но теперь поговорка «в тесноте да не в обиде» не актуальна для творческих детей Мозыря. Бывшее здание суда в течение нескольких месяцев находилось в руках строителей и по итогу превратилось в территорию детства. Символический ключ передали директору центра Оксане Казаченко. Среди почетных гостей, которые приняли участие в торжественном открытии центра, председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей. Домотворчество тоже является определенной основой. Здесь вы проходите определенные навыки, те профессии, которые, может быть, в определенной степени вам пригодятся в жизни. И то, что вы сегодня здесь, получается, определенное еще дополнительное образование вам тоже поможет в дальнейшем вашей выборе, в вашей профессии и в жизненном пути. Ребята педагогов поздравила с новосельем председатель Мозырского райисполкома Елена Павличко. Дорогие ребята, уважаемые родители, педагоги, наши гости. Конечно, мне хочется слова благодарности сказать каждому из нас, потому что все участвовали в реконструкции данного объекта, для того, чтобы нашим детям было здесь находиться комфортно, уютно. Ну и, конечно, чтобы они у нас люди творческие, инициативные, чтобы они свой талант все больше раскрывали. Единственную символическую преграду – красную ленту – гости перерезали под всеобщие аплодисменты. А внутри уже кипела творческая жизнь. Новое место работы получили около 60 дагогов. Новое место для творчества появилось у более чем 500 мозырских ребят. Мы имели несколько зданий на протяжении последних лет, но ни одно из них не было приспособлено для работы с детьми. Поэтому слова огромной благодарности мы адресуем нашему Мозырскому районному исполнительному комитету за то, что услышали нашу потребность, и нам выделили замечательное здание. Четыре этажа, отличных помещений, отремонтированных, новеньких, которые мы можем применять сегодня для работы с детьми. И сегодня здесь мы сконцентрируем и работу молодежного парламента, и работу нашей пионерской организации. У нас замечательный интеллектуальный клуб «Что, где, когда». Мы здесь впервые применим работу с детками и с людьми, имеющими отклонения в психофизическом развитии, для того, чтобы социализировать и адаптировать их в общество. Мы здесь попробуем работать с малышами. У нас здесь будет хороший танцевальный зал. То есть здесь будет много интересных направлений. На протяжении нескольких лет центр остается одним из лидеров в своем направлении в области. Это подтверждает многочисленные награды, которые воспитанники центра получают на различных конкурсах. Управление образования Вомельского областного кома уделяет внешкольникам серьезное внимание. И я хочу сказать, что кроме внешкольников мы уделяем внимание вообще всему образованию. И Мозорщина – живой пример тому, что мы сделали в этом году и в прошлом году. Более 22 учреждения отремонтированы, фасады, кровли, цоколя. Поэтому город молодой, перспективный, очень много молодежи, много детей. И внешкольная работа займет свою нишу. И вот это здание шикарное, которое отремонтировано, займет свою нишу именно в воспитательной работе. Безусловно, таланты нужно развивать, а в комфортных условиях это сделать намного проще. В новом центре творчества детей и молодежи есть актовый зал, зал хореографии, большое количество помещений для кружковой и индивидуальной работы. Молодежный парламент, пионерская организация, знатоки клуба «Что, где, когда» – юные журналисты. Творческая молодежь обрела собственный дом. Совсем скоро в арсенале появится еще одно здание. В самой ближайшей перспективе ребят и педагогов Мозыря ждет еще одно открытие центра на улице Ленинской.